Приветствую вас уважаемые танкисты, сегодня видео у нас будет венгерский леопард 2.7, который находится в ветке Италии. Отличается он тем, что весит на тонну больше и имеет крупнокалиберный браунинг, но есть еще одно отличие, то что он попадает частенько против немцев. То есть по факту играя на 2.7 вы будете встречать стервы и 2.7 в противниках. Поэтому данный леопард может играться чуточку сложнее из-за своего копа. Но сегодня видео мы с вами покатаем, посмотрим как оно на самом деле живется и стоит ли вообще его прокачивать в очень популярной ветке Италии. Погнали! Карта у нас Элла Мейн, свой боевой рейтинг 11.7, 11.3, захват. Я думаю нам нужно вот сюда доехать как-то аккуратненько и соответственно что-то там пострелять. Танкисты будут сверху, поэтому тут можно конечно сагрессировать, но можно и переагрессировать. Просто получу на казеночку и буду очень долго чиниться. Так, вижу какого-то танкиста, давайте проезжать вниз, куда-то уже сюда, подожмемся. Давай, давай. Ой, какой гений. На Т-8, сто и один. Молодец! Давай, 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 давай. Надо посмотреть можно ли снять с него ПМЗшку и прочие... Прочие модули, чтобы он был полегче. Я что-то как-то забыл это посмотреть. Ну ладно, после этого боя гляну. Хочу, чтобы он был поподвижнее. Так, ну пока что у нас два фрага и мы уже заняли ту позицию, которую я и планировал занять. Так, отлично, у нас плюс 3. Понятия не имею, есть ли там кто-то дальше. О! 292-й заблудился. Командир. Интересный урон. БК. Весело, однако. Ну ладно, хоть заряжающего не выбил. А хотя нет, подождите. У меня наводчика, да, у меня наводчика выбил. Но у меня же есть командир. Блин. Вот я дал ему четко в борт. Четко попал в БК. И ваншота не произошло. Ну хорошо, что хотя бы нас он не ваншотнул. Могло быть и хуже здесь на самом деле. Ладно. Они 100% заняли ту гору. Надо бы ее почистить, попробовать пострелять по танкистам. Поглядеть, что кого. Не достал. Это плохо. Что я не достал до него? А, вон что-то какое-то странное, слушайте. А, этот. Ну, этот типичный танкист на Т-80. Рикошет от маски произошел. 30 секунд ремонта. Так, у нас вот как раз и член экипажа. Посмотрим, как работает отхил сейчас. Если он, конечно, отхилится. Но пока 16 секунд. И еще плюс перезарядка будет. Если Абрамс закроет, будет хорошо. Если нет, я сдох. Я сдох, скорее всего. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ай, больно. Так. Он побежал. Надо догонять. Не хватает подвижности чуть лепику. Так, этот просаженный. Давайте 90-ка. Наводчик гусеница автомат заряжания. Ладно. Козеночку обновляем. Но это чтобы он мне не ответил. А то я знаю. Тут есть приколы такие. Но я уже видел. Радиатор. Чуть-чуть правее взять. Вот так вот. И все. Ну, ошибки, конечно, он прощает. Этот танк. Бесспорно. Плюс еще карта холмистая выпала. Вообще нормасик. БМПшка уедет. БМПшка уедет. Очень плохо. Ремонт. Да. Смотрите, кстати. У нас один член экипажа-то отхилился от красного. 28 секунд. Ну, давайте. Я скипну ремонт и поедем дальше. Добрый танкист меня починил. Но я думаю, фрагов уже не будет. Хотя, разве что какой-нибудь зенитчик рейсится. И мы его закроем. Ну, да. Тут уже ничего нету. Так что можно было, в принципе, скипать на моменте починки. Погнали дальше. Как видите, ПМЗ у меня снято. То есть, я его до этого снял. И это просто такой тяжелый леопард. Немножко непривычно после 2А4. Но ладно. Выпала нам одна из худших карт, которая только может выпасть на топах. Это захват огненная дуга. Ну, ладно. Хотя бы захват по центру. А не тут вот возле ручья. Возле ручья это вообще забей. Танкисты тут стоят. А другие тут. И просто перестрелка идет. Решил захватить точку. 100% отлетел в ангар. Давайте хотя бы вот сюда приедем. Попробуем попростреливать. Хотя бы что-то настрелять. Я не знаю. Ну, зачем делать такое божество на топах. Понятия не имею. Здесь просто прострелы сразу идут с респа на респа. И даже нормально пострелять ты не сможешь. Тем более на топах. Если бы она выпадала на лоу рангах. Ну, максимум 2-3. Еще было бы понятно. Может там на тяжике как-то поехать. Что-то потанковать. На топах танкования нет. Разве что плохо стреляют, если. Вот. Ладно. Ну, давайте уж. Хотя бы что-то настреляем. Я думаю, ну, фрагов 5 попробуем сделать. И будет хорошо. Оп. Смотрите. Ариета. Ну, в этом бою мало. Я вчера, когда катал на стриме, просто целая тьма Ариет была. Как они страдают на них. Они просто ваншотятся. Сейчас, наверное, у 80-ки выживаемость в разы выше, чем у Ариета. Вот, я же говорю. Просто тут лютый прострел идет. Так бы вам не доехал. Давайте аккуратненько как-то. Вообще непонятно, откуда кидают. Но этот-то ладно, выехал и сдох. Так, в упоре у меня танк. Справа есть танк. Так, под это дело надо 2-го закрыть. И этот сдох. Идеально. Просто идеальный тайминг. Еще кто-то есть тут. Вот он. Козенка-наводчик. Ладно, добили. Давайте как-то ближе попробовать. Внутри фрага есть. Мы почти пришли к своей цели. Вопрос, есть ли кто еще снизу? Так, ну часть из них вышла. Часть, конечно же, осталась. И часть стоит где-то там. Просто отдыхает. Так, вот один. Надо еще искать. Они тут за домами очень часто сидят. Ага. Надо, чтобы он на открытку выехал. И потом он получил. Деревация теперь самый неживучий танк. Он просто с тычки ваншотится. Его прям нерфанули очень сильно. Сделав МОО это. Детальное отделение корпуса. Опа. Тихо, тихо, тихо. А вот это сейчас откуда было? Ясно, объехал спрут. Просто объехал и накидывает. Но резаться тут уже вообще нет смысла. Поэтому просто выйдем. Карта у нас Синай. Слышу, какой-то вертолет залетает. Под это дело бы, конечно, спрятаться. Иначе будет больно. Улетел. И не долетел. Вроде как один был. Так что... Блин, опасно с этими вертолетами. Могут повредить так, что вообще ничего нормального не будет потом. Так. Ага. Танкист решил захватить точку. И это была его последняя задача, видимо, в этом бою. Первая и последняя. Так. Ну, 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 что? Ну, давайте через низ. Еще вертолет. Мехот гусеница. Стреляем под башню. В казенку. Потому что в борт. Но его нахер. О, я в винт прям попал ему. Охренеть. Ну, все. Это фатал у него. Ага. Казеночка. Время дымить и бежать. Так. Очень странно. Почему? Потому что тут всего лишь один танк. Ну, ладно. Два. Одного я убил. Он побежал куда-то дальше. Ну, ты уже от судьбы, как говорится, не убежишь. Так, давайте закрываем дальнего, а потом ближнего. Вот они, рыбаки. Ну, странно. Что-то они обычно толпой лезут на С. И там что-то пытаются делать. А тут они стоят АФК. Больно было так-то. Но я затерпел. Давайте захилимся. Блин, против Совета вообще изи играется. Надо найти бой, где мы будем играть против немцев. И там вот должно быть сложнее. Пул команда Совета вообще не вывозит. Они просто терпят. Единственное, что их спасает, это Ледка. Все, нет Ледки и нет победы. Шесть фрагов. Ну, вот. Прямо как в прошлом бою. Давайте, может быть, хотя бы фраг найдем. Еще. Но если они есть, они есть на нижнем. У нас 9 снарядов. И танк какой-то. Зитк. Установку выбил ему. Ну, это надо и дать. Кто выстрелил? Какой-то 80-ик. А, вон он где был. Я его искал, искал и не нашел. Ну, ладно, погнали дальше. Тут у нас Ближний Восток, Превосходство и 130 очков Возрождения. Так что, давайте-ка мы приедем сюда, под Б. Постреляем 80-иком в борт, которым, соответственно, все так же очень хочется проехать на эту позицию. О, не постреляем. Не в этот раз получается. Вот, тот самый бой, где мы попали в КОП. Советами, японцами и французами. Блин, вот здесь вот должно быть терпильно, слушай. Ну да, 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 давай, вот потолкай меня еще, давай. Мне, чтобы нормально пропустить, начинается толкучка. Мы здесь с вами, могу сказать, что нифига не успели на проезд. Потому что вся скорость очень сильно потерялась. Хотя бы дать какие-то минуса. Может, конечно, из них никто и не поехал. Но, нет, смотрите, вон есть. Блин, привод ширкнул ему. Плохо. Теперь он там будет сидеть. На лучшей позиции, на своей. Сейчас поликлерку выстрелит. И сдох. Заряжающий красная казна. Ну, хотя бы что-то. Леклерк затерпел. Так, Абрамс. Отлично, этот получил, но не больно. Пока что надо аккуратненько проезжать. Нет, больно. Ваншотнули его. А выглядело как будто бы не больно. О. Это что за покемон там сидит? Если честно. The best position in the world, как говорится. Просто лучшее. Давайте поджиматься. И попробуем того закрыть оттуда. Вот и все. Заряжающий вылетел. Отличный урон. Танкисты у нас стоят. Не, но это, в принципе, понятно. Что за какой-то эффект? Видите, на экране. Я не знаю, что это. Какая-то мерцающая штука появилась. Он где-то тут стоит. Но... Блин, плохой урон зашел в борт. Что делать-то? Сзади тип за зданием. И здесь может в любой момент выйти, как бы... Давайте починимся. 23 секунды. Просто я не знаю, вот он бы конет сзади или нет. Или так и будет стоять. Непонятно. Вроде бы едет. А я спиной стою. И этот еще мне мешает. Назад я уйти не могу. Хорошо. Какой-то гепард еще. Ну, капец. Блин, вот просто не зашел урон. И столько возни сразу началось. Этот сзади стоит. Это спереди выходит то и дело. То ли назад смотреть, то ли вперед смотреть. Вообще непонятно. Тедашки нету. Так бы можно было бы поставить Тедашку. И раскидаться там плюс-минус нормально. Здесь же, ну, капец какой-то. Меркова уехала вперед. Нет, она уехала в ангар. Нет. Очень интересно. Какое-то странное непробитие было. Обычно ваншотится всегда в силуэт. А тут я, видимо, куда-то попал. Какой-то пикселек. Мехот заряжающий. А ты стрелял, друг? Или нет? Теперь да. Теперь стрелял. Просто я слышал выстрел какой-то. Ну, мне габела здесь. Капец. Чуть-чуть у Вен не хватило. Если я уеду, будет хорошо. Если нет... Ну, наконец-то меня добили. О, еще там один. Что за актеры? Я не знаю. Как можно было не найти меня в этих домах? Да, мне кажется, и даже не пытались. Тут еще где-то один был. О, понял. Понял, понял. Извини. Да. Серьезные противники. Вот и в тебе попал против леопардов. Какая-то кринжатина жесть просто. Два снаряда осталось. Наводчик-командир. Но заряжающего не выбил, поэтому, скорее всего, я сдох. Нет? Но у меня нет ни снарядов, ни тушителей, ничего. Капец. Как они меня ковыряли долго, конечно. Ну, ладно, что. Погнали в следующее. Я думаю, еще одну скатаем, и мы будем уже с вами закругляться. Ну, и последняя карта на сегодня, это какие-то у нас карпаты с каким-то непонятным захватом внизу на точке А. Ну, ладно, здесь ключевая позиция все равно вверх, поэтому надо ехать вверх. Если ты пойдешь в точку А, а противник займет вверх, он будет просто перманентно стоять и тебе стрелять в борт. Так что, в любом случае, надо играть через верх, и тогда будет хороший, интересный геймплей. Ты побеждаешь, выигрываешь ту точку, и потом пожинаешь просто плоды, обрабатывая всех танкистов на респауне на нижнем, на этом. Можно, конечно, и здесь простреливать, но там кусты не видно. И танкистов, которые пытаются что-то сделать с точкой А. Попали мы теперь против советов британцев, но это на самом деле будет изи, из-за того, что они тут очень плохо будут играть. У вейнов у них нет, выживаемости нет. Ну, вот этот леопард в прошлом бою дал какую-то нереальную просто выживаемость. Я и бортом танковал, и лбом танковал, ну, то есть меня пробивали, а я не умирал. Все тушилки спалил, и было еще нормально. Ну, вот, конечно, по Абрамсу урон, к сожалению, не зашел. Я думал, все-таки зайдет под башню там, но нифига, лучше бы в НЛД выстрелил, и был бы ваншот. Пробивает тот снаряд 650 миллиметров, этого было бы более чем достаточно. Так, ну, ТК-Х, я думаю, справится. У нас сверху танк какой-то. Можно попробовать. Что-нибудь придумать. Ну, что ты стрелять-то будешь, нет? А, он стол убил. Ну, ладно, не трогаем тогда его. Он чуть-чуть, видите, среагировал на меня, и сразу получил на ствол. Так, еще у нас внизу один. Даже не один, а несколько. Ну, ладно. Да, он пытался, конечно, выйти с респа, но вышел только в ангар. А это вообще я не слышал, слушайте. Капец. А ты мне птуром в борт дал? Вот это прикол был. Я его реально не слышал. Слышал только одного. Леклерк, ну, выползать туда, это получать по голове 100%. Опять же, если я выстрелю, он может резко вкатить, но ему не хватит мобильности заехать. Ну, и, в принципе, ему, не знаю, скилла не хватило здесь, что ли. Ну, типа на Леклерке выезжать так, подставлять БК сверху вниз и ваншотиться. Ну, может, просто потерялся танкист, не понял прикола. В его случае надо было просто уезжать здесь, потому что я отстреляю ему вот куда. Ну, то есть прямо в БК. И все. О, без казны. Ну да, я же говорю, тут у них, как бы, видите, все грустно. Тут все закончилось, уже не успев начаться. И на этой карте они что-то могут сделать. Если бы была какая-то городская, может быть, они еще что-то бы там и продавили бы, но здесь нет. Они верх проиграли и их тут же закрыли. Вот. Вот Абрамс и все через верх, которые играли, они сделали по, там, 5 киллов. 4, там, 5. Я наверху дал минус 4. Кто-то 3 дал. Ну, они сразу все вышли, потому что тут, как бы, вариантов немного. Несокрушимый. Меня не сокрушить. Я поймал плюху и всего лишь на минус 2. Ну, ладно, теперь хотя бы красный член экипажа отхиливается до играбельного состояния. А то бывает такое, что получишь на красного члена экипажа и все. Начинается терпение. Бам. Еще один там есть. Даже двое. О. Плюс танк. Ну, что, выходить будешь отсюда? Это Викерс. Скорее всего, будет. Либо не будет. Да, Теремгашка осталась. Я теперь, получается, превратился в обычный леопард после того, как мне выбили командира. Ну, и не только командира. И двоих меня на самом деле выбили. Но в любом случае, я стал обычным леопардом. Бравлинг не работает. Есть только МГшка. Ждешь, да? Если бы он знал, что я пустой, может быть, он бы и баканул. Но заехать ты, друг, уже не успеешь. Даже с плохой перезарядкой. Хотя... Хотя, да, я об этом думал. Хотя, если он выйдет, его сразу ваншотнет тип. Вот. И он вышел и сразу получил ваншот. Он бы, в принципе, успел, если бы у меня не было вот этого дружка моего на саппорте. О! Сейчас такое на завтра будет разворачиваться. Да, 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 да. Потому что... Потому что я тут же стою в подсвете. Ну и все, ему кирдык сейчас придет. Почему по нему никто не стреляет? Кроме... А, они ждут меня. Ну ладно. Блин, ну 7 фрагов. Здесь я сразу сказал, что это изи победа будет. Потому что советы... Тем более и британцы, и китайцы. Ну, они просто не смогли по скорости занять топ-позицию. И сдохли все. Вот. Что могу сказать по Леопарду? На самом деле, кидает советами в отряд. Ну, вернее, в ГОП. Не так часто. Но вы все равно будете попадать против Леопардов. Против шведов каких-то. Это, в принципе, интересный Леопард. В плане геймплея. Из-за того, что ты встречаешь большинство различных противников. То есть, ты можешь попасть и против советов. И против французов. Американцев. Против всех ты, короче, попадаешь. И со всеми. То есть, такая нация, которая и туда, и сюда закидывает. Касаемо выживаемости. Ну, как обычный Леопард 2-7. Переживает попадание бортом. Лбом. При том, что тебя пробивают. Но наносят урона слабо. Из-за подбоя. Который съедает, конечно же, все осколки. А так, ну, качать можно. Только зачем? Нация-то все равно не популярная. Но будете вы катать на Леопарде 2-7. Ладно. А что поставить и в сетап-то к 2-7? Ариетку? Ну, если только на последний пик. После Леопарда 2-7 и Дублера. Тогда еще как-то более-менее. Но, прикиньте, как больно прокачивать этот Леопард, если он идет, ну, как бы, понимаете, да? На что вам страдать? На Ариетах придется. Ариета это, ну, возьмем тот же самый Леопард, только с живучестью советского танка. Любое попадание в ЛД в башню сразу дает лютые криты. БК стоит вертикально. И как можно его не задеть? Допустим, если это мы убираем, то оно стоит вот так. Как можно не задеть вертикально стоящего БК? Я, честно, хз. Вот. Но машинка, в принципе, имеет место быть как усиление, я бы сказал, что всех сетапов. Вот. Из-за того, что его кидает из стороны в сторону, он может усилить любой сетап. Но, если ты усилишь советов, то это им не поможет. Потому что всего лишь один танк. Потом он сливается и идет просто Ариета, которая еще хуже, чем, ну, по выживаемости, конечно, чем тот же китаец или совет. Вот. Вы пишите, что думаете о венгерском Леопарде 2А7. Ну, а я, наверное, буду заканчивать. В описании под видео есть ссылка на Дискорд, Лего и мою реферальную ссылку. Также, передя я купившую Леопарде, вы тем самым меня поддержите. Скидку получите и мою наклейку. Я свое мнение изложил. Вы обязательно пишите, какую технику снять на следующий обзор. Ну, и, конечно же, подписывайтесь и прожимайте лайк, если видосик вам понравился. Ну, а я ухожу и увидимся с вами уже в новом видео или стриме. Пока-пока.